В этот день, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. 7 января родились Иван Якубовский, маршал Советского Союза. Под его командованием в годы Второй мировой войны были проведены танковые рейды. Валерий Кубасов, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Глеб Лазино-Лазинский, один из ведущих разработчиков Советской авиационно-космической темы. Один из людей, запустивших СССР в воздух на реактивном двигателе, родился в Киеве в семье столобового дворянина. Глеб Евгеньевич выучился сначала на слесаря, потом закончил еще Харьковский механико-машиностроительный институт. Вскоре Лазино-Лазинский окончательно связал себя с авиацией, а в 1941 году перешел в конструкторское бюро Микояна и Куревича, где работал над созданием первого советского реактивного истребителя. Итогом работы стали МИГи. Над МИГ-31 Глеб Евгеньевич в 70-х работал уже в качестве главного конструктора. Эти самолеты-перехватчики используются российской армией до сих пор, пусть и в несколько модернизированных вариантах. Параллельно Лазино-Лазинский занимался вариантами развития советской космической программы. Именно он разрабатывал Буран, аналог шаттла для СССР. И именно Глеб Евгеньевич придумал МАКС. Уникальный вариант запуска ракет и Буранов прямо с взлетавшего самолета Ан-225. Уникальный метод, для которого не нужен даже космодром. Проект так и не реализовали. Но в 2012 году, через 11 лет после смерти авиаконструктора, МАКС снова вернулся на обсуждение в Роскосмосе. В это день, 7 января 1787 года, началось блистательное путешествие императрицы Екатерины II по южным областям России. Вместе с громадной свитой и послами разных стран, она отправилась осматривать новоприобретенные земли Юга Украины и Крыма. 7 января 1852 года в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка. Традицию украшать рождественскую ель, как говорят, одним из первых подсмотрел в Германии Петр Великий. Там ему пояснили, что шары или яблоки на ветвях – аллегория древа добра и зла из библейской истории. Ну, а звезда наверху, конечно, Вифлеемская. Уже дома царь настоятельно рекомендовал подданным в заветную ночь. По большим и проезжим улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых. Однако, как ни странно, традиция-то на Русь долго не приживалась. Быть может потому, что народные суеверия прежде приписывали елке связь с нечистой силой. По-настоящему жизнь ярко украшенным елям дали, как ни странно, немецкие принцессы. Их очень много раз съехалось по европейским монаршам дворам в XIX веке. И вот англичанин Диккенс записал в 1850-е годы. «Сегодня вечером я наблюдал за веселой горьбою детей, собравшихся вокруг рождественской елки. Милая немецкая затея». Даже в Британии эта традиция считалась чисто немецкой. Такой она была и для России, где ее прививали немецкие царевны. И привили, как во всей остальной Европе. 7 января 1928 года совершил первый полет легкий советский самолет У-2. «Я думала, вы ас, а вы У-2с», разочарованно говорила журналистка газеты «Пионерская правда» майору Булочкину в фильме «Небесный тихоход». Однако пилот потом доказывал, что легкие самолеты У-2 идеально подходят для выполнения боевых задач, с которыми не справятся более современные истребители и бомбардировщики. «У» в названии самолета У-2 означает «учебный». Да, первоначально самолет разрабатывали для школ пилотов. Первая модель У-1 была на базе британского биплана Авро-504. Но позже советский авиаконструктор разработал уже чисто отечественный аэроплан. Во время Великой Отечественной машины переделали под нужды фронта. Оказалось, что медленный и архаичный самолет У-2 идеально подходит для ночных бомбардировок. Летает тихо, а современным системам ПВО сложно против него что-то сделать. Собственно, эти удивительные свойства обнаружил у У-2 майор Булочкин в небесном тихоходе. У-2, ставший одним из самых массовых самолетов в истории, в 1944 году переименовали. Его создатель Поликарпов умер, поэтому машину переназвали в его честь ПО-2. И строили до самого 1953 года. 7 января 1983 года в ЦК КПСС прошло совещание по вопросам укрепления трудовой дисциплины. А в августе было принято постановление об укреплении социалистической трудовой дисциплины. Оно наложило серьезные наказания на трудящихся за выпуск брака, прогулы, опоздания на работу и пьянство на рабочем месте. 7 января 1995 года мэр Москвы Юрий Лужков заложил первый камень в основании нового храма Христа Спасителя. Таким был этот день 7 января. Субтитры создавал DimaTorzok